В эфире студия 7, я Максим Гуревич, здравствуйте. В этом году балетную труппу Красноярского театра возглавила звезда новосибирского балета Анна Жарова. О том, какие изменения уже произошли в театре, чего ждать в новом сезоне, а также об удивительных знаках судьбы и тяжелом труде балетных артистов, сегодня поговорим с самой Анной Жаровой. Здравствуйте, очень приятно вас видеть здесь, в нашей студии. Здравствуйте, Максим. Вы, я прочитал здесь в материалах, 7 месяцев возглавляете балетную труппу Красноярского театра. Вы уже всех артистов знаете, понимаете? Всех ли вы любите? Ну, конечно, знаю всех, потому что имя для каждого человека – это самое важное, что есть в жизни для него лично. Поэтому, конечно, первое, что я сделала, это разобралась, кого как зовут. Дело в том, что первым делом, что я сделала в начале этого сезона, мы провели аттестацию наших артистов балета, которая проходила в течение трех дней. Была приглашена квалификационная комиссия из Большого театра представителей, две примы-балерины, народные артистки России, Мария Александрова и Екатерина Шипулина, независимые эксперты, наш прекрасный солист Дэмит Георгиевич Зыков и я. В общем, мы провели аттестацию, отдельно ведущие солисты, отдельно артисты девочки кардебалет, отдельно артисты мальчики кардебалет. И по итогам этой аттестации мне удалось уже очень грамотно структурировать и систематизировать всю нашу управленческую внутреннюю систему. Несколько поменялась иерархия. 24 человека на сегодняшний день по итогам аттестации перешли на более высокую категорию, то есть повысили ее из кардебалетов в корифеи, кто-то перешел во вторые солисты, кто-то в первые, и кто-то добрался до премьеров, что очень радостно. Слушайте, но это шок было, это испытание было для артистов? Безусловный стресс, но я считаю, он был необходим, потому что об этом я объявила еще в мае месяце, сразу же, как только пришла, о том, что будет проведена аттестация. У них было время за отпуск, чтобы привести себя в форму. Трупа была не в очень хорошей физической форме, а, как известно, артист балета должен иметь прекрасную физическую форму. И чтобы впечатлять эстетически наших зрителей. У нас вот тут за кадром до начала интервью был разговор, и если аналогию такую привести со спортивной средой, на ваш взгляд, артисты балета по уровню требований к ним, это кто среди спортсменов? Это что, прямо вот олимпийцы, как вы сказали? Это прямо высшая категория? Ну, безусловно, наша профессия всегда обязывает нас стремиться к совершенству ежедневно. Да, мы приходим к станку и преодолеваем себя, чтобы быть лучше и лучше, выше, красивее. И, естественно, сейчас день ото дня мы занимаемся тем, что вытачиваем нашу технику чистотой, академизмом исполнения, качеством исполнения для того, чтобы выйти на более высокий мировой уровень. Откройте секрет мне, ну, или попробуйте приоткрыть завесу тайны этой. Вот мне кажется, что когда, ну, там, сложившийся коллектив, ну, или какой-то коллектив, неважно, ему предъявляются высокие, такие прямо обостренные требования. Первое, что вы можете как руководитель от коллектива получить... Сопротивление. Сопротивление. Безусловно. Там, не знаю, ненависть, там, ой, она, там... Осуждение, агрессию. Ну, а нужно, чтобы это была мотивация, то, что произошло в вашем случае, ну, в нашем случае, в Красноярском театре? Как вам этот кризис... Вы же тоже находились, на самом деле, ну, в стрессе таком серьезном. Как отреагируют артисты на ваши трениры? Безусловно, нужно было выдерживать, да, эту обратную, как бы сказать, может быть, не от всех приятные эмоции, впечатления о том, что я делаю, но у меня есть четкий план, я привыкла ему следовать, и для меня очень важен результат. И самое главное, что на сегодняшний день они сами этот результат видят. Они видят их работу, зрители по отзывам видят качество работы, да, что оно действительно растет. Они понимают, что они... Я даю возможность каждому раскрыть свой потенциал, попробовать абсолютно все соли... Все, кто имеет какой-то потенциал, ведущих солистов, каждому я дала возможность проявить себя на сцене. У нас было колоссальное количество премьер с начала сезона, и у нас появились потрясающие актеры. Вот, например, сейчас прошла Анюта, три спектакля. Великолепные совершенно исполнители. Володя Брагин, Никита Лысенко. Потрясающие модесты. Поверьте мне, это нужно идти и смотреть. Публика чувствует это? Ну, как-то реагирует на это? Ну, обратную связь вот ребята получают? Ну, безусловно. Я сидела на каждом спектакле, и я вижу, как реагирует публика, и как они вскакивают буквально сразу же, как только начинаются поклоны. Скажу вам, не каждый театр может себе позволить такой прием. То есть где-то вальяжно через 2-3 секунды они встают, а здесь сразу вскакивают. Поверьте мне, где-то не встают совсем. Знаете, мне кажется, мы знаем вас в первую очередь, казалось бы, как прима-балерину. Вы артистка балета, вы звезда. Но вы сейчас говорите не как балерина, мне кажется, вы говорите как руководитель. В каком моменте произошло такое изменение в вашей судьбе, или, ну, не знаю, в вашем позиционировании, что ли? Ну, если уж начать совсем... Как так получилось, Анна Александровна? Если уж начать совсем от истоков, когда я была маленькая, мама рассказывала мне, она заходила в мою комнату, я все время сидела за столом и стучала ручкой по столу и говорила, пожалуйста, проходите. Садитесь, какой у вас ко мне вопрос? Я играла, играла в директора, мне безумно это нравилось. Потом со временем, значит, ну, опять же, мама привела меня в театр, да, на щелкунчик. И, в общем, я несколько, так сказать, переформатировала свое желание и свою мечту. Увидела балерину, конечно, под впечатлением решила стать балериной. Прошла этот долгий, тяжелый путь. Стала примой, как и пообещала маме, но все равно где-то желание управлять во мне сидела. Командовать или управлять? Слушайте, я вдруг подумал, есть же разница командовать, вот, они все подчиняются, или управлять, это же разные, в общем, функции. Ну, да, командовать это изначально началось, да, а управление, оно приходит, видимо, с мудростью, с опытом и с сознаниями определенными уже, да, потому что хороший управленец, это, конечно, достаточно сложно. В наше время этому нужно учиться, нужно быть очень терпеливым, толерантным, любить людей, обязательно любить. Ну, и очевидно, что, как бы, командир это единоличный начальник, он, может, дал команду, значит, ну, копаем, копаем. Вот, кстати, папа называл меня всегда в детстве муха-командир, не знаю почему. Ну, теперь вы же не можете одно, ну, единолично командовать, да, вы должны найти соратников, сподвижников. Безусловно, управленец не может быть одним, у него должна быть прекрасная команда, у меня совершенно... Нет, кстати, нравится. В случае, обратите внимание, друзья, в случае театра, это должна быть прекрасная команда. Вот сейчас как раз в театре у нас сформировалась та самая творческая команда единомышленников, которые смотрят в одном направлении, мы абсолютно четко понимаем друг друга. Вот вы говорите, вы уже однажды, минуту назад сказали о том, что у вас далеко идущие серьезные планы, международные в том числе, сейчас вы говорите, что эта команда готова, такая мотивированная, заряжена двигаться к цели. Ну, вот про эту цель попробуйте, ну, не знаю, может, помечтать или рассказать мне, в какой стадии находится реализация. Вообще, задача, как вы себе ее видите? Я расскажу о тех планах, которые на сегодняшний день намечены, да, и которые сделаны. Что мне удалось сделать, да, это, во-первых, построить вот эту вот систему, которая сейчас очень хорошо работает внутри, да, команда наша. Провели аттестацию. Хочу поделиться радостью. Нам постелили балетные профессиональные полы в балетные залы. Это такой поддержка и подарок нашего министра Аркадия Владимировича Зинова. Спасибо ему огромное. Это забота о здоровье, в первую очередь, наших артистов, потому что профессия у нас очень травмоопасная. И я вам хочу сказать, что как руководитель я, наконец, вздохнула спокойно. И теперь я могу требовать лучшего качества, большего, да, повторения каких-то элементов. Потому что вот сейчас мы имеем вот такие хорошие... Это же не то, что видят зрители, да, в зале, а это то, что видят работники и артисты театра. Артисты, конечно. Видят в рептикционной базе такие серьезные изменения, улучшения. Ту радость, которую они испытали, когда пришли на этот балетный пол, вы не представляете. Ну, это совершенно другой уровень. Исполнение прыжка. Это же вот это ощущение эфемерности. Это как на батуте, да, он немножечко рисорит. Вот сейчас мы заказали пуанты, потому что очень важно, чтобы все были одеты в правильные пуанты. Понимаете, от туфель балерин тоже зависит качество исполнения. И то, как она выглядит, насколько она создает вот это вот эстетическое удовольствие, наслаждение, должны быть очень правильные, подобранные пальцы. Я недавно где-то случайно натолкнулся на какое-то ваше интервью, и вы там говорили, как много на самом деле нужно обуви этой профессиональной, ну, как быстро она приходит в негодность. Ну, что это, я не знаю, это прямо тонный пуант, наверное, в год нужно театру, чтобы артисты могли работать. Ну, сейчас такие пуанты, которые можно стирать, раньше же не было таких технологий, да, можно постирать в стиральной машине, поэтому их нужно не так много, но, тем не менее, конечно, их приходится готовить долго, кропотливо, и, фактически, вторая профессия у балерин, у девочек – это вот швеи, да, профессия швеи. Что я хотела рассказать про наши планы и репертуар. Да, пожалуйста. Да. Основная задача – это, конечно, сохранение классического репертуара, это наследие. Я вообще балерина классическая, и я понимаю, что действительно воспитание можно дать нашим поколениям именно классическим балетам. И с него, то есть, должна быть база. О чем я говорю? Вот в этом сезоне мы ставим, уже в феврале наши зрители смогут насладиться балетом «Сильфида», великого балетмейстера Бурнанвиля. Пройдет три спектакля, и я думаю, что мы пригласим туда каких-нибудь очень-очень хороших исполнителей этого спектакля, которые зададут опять ту планку, как это было, собственно, с Анютой, да, куда мы должны стремиться. Вот тот самый уровень максимально прекрасный, так скажем, да. Дальше у нас пройдет премьера, мы готовимся в мае к премьере «Корсар» Юлианы Малахосянцы, тоже исторический балет с огромным количеством интереснейших народных танцев. Это уже такой второй классический момент, за который мы, так сказать, будем рады, что он есть в нашем репертуаре. После выпуска и выхода «Корсара» мы сразу займемся, приступим к постановке и восстановлению балета «Спартак», который не шел очень-очень давно, и я знаю, что его ждут и зрители, и, конечно, наши артисты. Но даже я, насколько далекий от балета человек, вот глаза закрышь, вспоминаешь «Спартак», танцуют вот черно-белые кадры классического балета советского. Конечно. Я считаю, что такой театр, как Красноярский, просто обязан иметь в репертуаре у себя такой балет Юрия Григоровича. И, конечно, после этого мы перейдем, уже приступим к постановке балета «Щелкунчик». То есть в октябре мы планируем выпустить «Спартак» и сразу приступаем к балету «Щелкунчик» в постановке Кирилла Симонова, тоже с сохранением исторических номеров Льва Иванова. Потрясающие снежинки, наверное, красивейшие из всех, которые... Ну, вот это лично мое мнение. Слушайте, у нас тоже ждет вот этот жуткий ажиотаж вот с билетами, как тут по всем, я не знаю, каналам передавали, какие жуткие там, не знаю, многосуточные очереди, как вот люди костьми ложились ради билетов на «Щелкунчик» в Москве. Пусть не так. Ну, вот видите, теперь вот такая тяга, во-первых, в культуре, это очень похвально. Москва, насколько я знаю, сейчас вот летит в Новосибирск. Я очень надеюсь, что Новосибирск будет летать в Красноярск, чтобы смотреть потом наш новый «Щелкунчик». Это абсолютно точно. И почему бы и нет? Это все очень хорошо. Вот. И после «Щелкунчика», конечно, я думаю, что и все наши прекрасные гости, зрители и жители города мечтают о «Лебедином озере», о белом акте «Петипа». Вот очень хочется его вернуть, восстановить. Раймонда, опять же, прекрасный есть у нас балет в репертуаре классический. И я сейчас называю именно классические балеты, которые обязаны быть базами. То есть это как основа, как скелет программы, да? Как скелет, как основа. Это сохранение... Как хребет такой исторический, да? Это сохранение традиций, это наше наследие, которое мы вот просто обязаны возобновить, сохранить, преумножить и оставить нашим потомкам. Вот это основная задача. Ну, наверное, современная публика там жаждет, там, не знаю, требует или не требует, но готова воспринять и что-то, ну, скажем, так, экспериментальная. Считаете вы его важным вообще или нет? Безусловно. Во-первых, на вкус и цвет товарища нет. Согласен, да. Поэтому очень зритель современный сейчас в Красноярске и желание развиваться, видеть другие формы, мы тоже должны ориентироваться на разные потребности, да? Вот прошел спектакль «Катарсис Данте» у Никиты Дмитриевского, премьера. Очень неоднозначный резонанс, да, среди населения, среди наших зрителей. Кто-то был под впечатлением, например, молодежь, да, а кто-то был под впечатлением шока. Ну, так, шокирован, да? И это тоже возможно, и это тоже имеет место быть, и мы должны сравнивать, и мы должны что-то находить для себя. Поэтому мы планируем, конечно, постановки современных хореографов. У меня на сегодняшний день лежит 18 балетмейстеров, которые прислали свои запросы с желанием поработать с нашим театром. 18 запросов, да? Из разных городов. Из разных городов. И это и Москва, и Санкт-Петербург, да, и с невероятным количеством их спектаклей. То есть у меня сейчас на почте, что вы даже не представляете, сколько желания поставить. Я прошу прощения, что перебиваю, а скажите, ну ведь на самом деле балетных театров, то есть театров, где можно показывать балет, их в стране не так ведь много. Это же, ну как сказать, ну такая, я не знаю, там, белая кость, ну штучный товар, ну балет вообще. Вы знаете, если сравнивать с европейскими странами, я вам скажу, что... Что у нас побольше. У нас не побольше. Я вам скажу, что никто и нигде не выделяет, наверное, такое количество и финансов, и никто нигде не вкладывает столько в балет, как наша страна, как наше государство. Потому что русский балет всегда был визитной карточкой нашей страны, это наш бренд, и мы должны его, конечно, сохранять. Ну вот даже когда вы говорите о современных постановках, каких-то иногда радикальных или рискованных, но это же все основано на том уровне, на том классе танцевального мастерства, балетного мастерства, которое есть только в нашей стране. Ну почти нигде больше нет, наверное, где-то немножко есть тоже, да. Но, то есть такой уровень, такой класс танцоров, артистов балета, что даже там контемпорий выглядит, ну, мягко говоря, не дворовой подтанцовкой. Безусловно. Если развиваться современных... И вот эта классическая основа, да, база, она дает как раз вот этот уровень и качество. Такой уровень, да. Но дело в том, что у нас было большое количество современных хореографов, которые сейчас, ну, покинули нашу страду, да, в силу определенных обстоятельств. И у нас очень много своих балетмейстеров, которые сейчас набирают силу, и они очень интересны. И я думаю, что, конечно, мы обязательно будем в наш репертуар потихонечку внедрять такие новые постановки, новые формы. У нас пройдет премьера двух современных спектаклей, проект Большого театра «Дансенбершен», «Две снегурочки». Вот это фестиваль современного танца, и два балетмейстера приедут к нам, чтобы поставить эти современные балеты. 7 и 8 марта пройдут премьеры. В конце марта пройдет премьера, авторский проект Дмитрия Михайловича Юровского «Кругосветное путешествие в мир танго». Это тоже новая форма совершенно. Это танго на базе классического танца. Это очень красиво. И эти проекты, они идут как концерты, как обучающие, потому что маэстро очень много рассказывает параллельно с тем, что идет проект. Кажется, это такое расширение аудитории потенциально серьезное. Безусловно. Дело в том, что мы… То есть немножко образование, но такое просвещение. Даже не немножко, а вот на сегодняшний момент я понимаю, что мы должны очень много общаться с публикой, именно вести диалог. Например, встречи, творческие встречи, да, это очень важный момент, потому что зрители должны иметь возможность видеть своих артистов, задавать им вопросы. Им же безумно интересно, да, чем они живут, как они живут. У них вот сегодня мы снимали передачу и… И сейчас снимаем передачу. И сейчас снимаем передачу. Конечно, им бы очень… Их нужно воспитывать, понимаете? Ведь смотреть балет и оперу, это… Ну, так просто не бывает, понимаете? Пришел, увидел, победил. Знаете, я студентом, когда был, у нас был специальный абонемент, нам читали лекции, а потом мы ходили на концерты. Именно, именно. Потрясающе. Понимаете, то есть когда вы умеете слушать оперу, или вы когда умеете видеть балет, да, когда вам все рассказывают, как понимать пантомиму, что хочет сказать там, да, солист. Что означает то или иное движение, или мизансцена. Я вас там люблю, да. Ну, какие-то такие детали. И просто когда ты… Да? Вы мне скажите, да. Это все можно рассказать. Рассказать нашим зрителям, нашим юным зрителям. И когда они это понимают… Они уже по-другому смотрят, и они по-другому воспринимают, да. Они уже могут, ну, как-то, не знаю, передать кому-то из своих друзей или там родных. А когда ты начинаешь понимать классику и какие-то элементы исполнения, да, там фуэте, там тройной пируэт или еще что-то, да, такие трюки, трюки, и ты начинаешь реагировать, и когда ты уже разбираешься хорошо, качественно, он сделал некачественно, попал в пятую позицию, вот эти детали. И, конечно, этому нужно обучать нашего зрителя. А знаете, я вот слушаю вас, я еще думаю, ну, хочется, чтобы мы больше знали артистов ваших. Ну, чтобы было больше звезд. Безусловно. В вашем случае, может, это, ну, лучше, чем у кого-то другого получится, потому что вы – прима-балерина Новосибирского театра оперы и балета, вы – руководитель балетной труппы Красноярского театра оперы и балета, то есть вы, ну, одна в двух лицах, и вы понимаете, что значит быть звездой, как люди реагируют на конкретное имя в концертной афише. Дайте нам звезд в Красноярске, которых знал бы и любил бы весь город, потому что, ну, вот эти люди, которые выступают в театре, они потрясающе выглядят, они потрясающе работают, у них гигантский потенциал. Самое удивительное, что они действительно прекрасно танцуют. С огромной… Ну, конечно, это отдельная передача, я бы могла их сейчас просто захваливать и захваливать. Действительно, с огромным потенциалом. Нет, нам не жалко. Потрясающая харизма, невероятные актеры, труппа живая. Вот то, что я видела, например, как прошла последняя Анюта, они живые, они интересные. И они танцуют, вот, поверьте, это такая кропотливая работа, да, но они танцуют так, как будто вот последний раз, как будто нет там кастрюль, кошечек, детей, мужей, нет никаких проблем. Вот здесь и сейчас. Вот так должен артист отдаваться на сцене. То есть наша задача – это уметь отдавать, да, всё, своё мастерство, любовь, делиться со зрителями чувствами, эмоциями. Это всегда самое важное, вот, мне кажется, слово в истории, в искусстве. Она, собственно говоря, об искусстве особенно. Но можем мы сказать, что вы полюбили труппу Красноярского театра оперы и балета? Безусловно. С первого дня причём. С первого. Что-то такое вот трепетно ёкнуло, и я чувствую невероятную за них ответственность, за каждого. И чем дальше, тем и безумно радуюсь их вот успехом. До слёз просто. Большое спасибо вам за разговор. И ещё это самая красивая труппа. Это точно абсолютно. Отличная точка. Наше интервью полное любви. Анна Жарова, народная артистка России, художественный руководитель балетной труппы Красноярского театра оперы и балета, была сегодня у нас в гостях. Я Максим Гуревич, желаю вам удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok